Здравствуйте! Я отношусь к тому очень небольшому количеству людей, я думаю, процентов не больше двух в нашей стране, которые теряются в догадках по поводу того, какой же все-таки социальный строй у нас. Выбор довольно широкий, спектр практически безграничен, потому что по определенным параметрам видно, что есть, конечно, признаки рабовладения, есть феодализм, есть признаки монархии, есть какие-то элементы конституционной монархии. Меня это беспокоит, и анализируя факты, невольно прихожу к тому, что, наверное, все-таки ближе всего феодализм, причем по монгольскому типу. Если помните, монгольский тип отличался тем, что в условиях, естественно, феодальной раздробленности, которая очень старательно поддерживалась, была некая недружелюбная к занятым территориям верховная власть, раздававшая ярлыки на княженье и обязывавшая местных князей драть собственный народ во все концы, в семь шкур и любыми доступными способами в обмен на десятину. То есть монгольская оккупация, которая на самом деле не была оккупацией, а была вариантом зависимости. Нам ведь когда рассказывают о том, что монголы в течение 400 лет тут устраивали иго, это абсолютное вранье, потому что 400 лет здесь их не было. Мы от имени монгольских князей 400 лет уничтожали себя сами. Так вот, по разрешению в рамках того ярлыка, который был дан, надлежало всячески измываться над собственным народом, оккупанту платить десятину, сейчас мы платим 13% по доходному налогу, тогда 10%, и иметь лояльность, в обмен на которую тебе позволяется вместе с доходами, отправленными в центр, делать все что угодно. Ну вот хочешь там кого-то вешать, пожалуйста, хочешь кого-то там сжигать, не проблема, хочешь что-нибудь затеи там построить, какой-нибудь инновационный проект, запросто, ну там чистоколом обнести что-нибудь или как-то взять и отрегулировать варианты перемещения определенных лиц через определенные территории. В топонимике Москвы более позднее это нашло как раз отражение в названии улиц Щепок и Зацепа, недалеко от того места, где находятся наши радиостанции. Там как раз был обычный государевый гоп-стоп, это такое послесловие к монгольскому игу, послесловий действительно многое. Когда мы говорим о том, что на 400 лет наша страна затормозила в своем развитии из-за монгольского ига, то мы не до конца не правы, потому что мы действительно 400 лет занимались чем угодно, самоуничтожением в том числе, но, конечно же, не инновационным развитием. И вот каждый раз, конечно, в копилку той или иной теории по поводу феодализма, разбовладения, либо там какой-то вариации монархии, добавляются новости, они приходят из разных краев, и тем интереснее, поскольку они все же происходят только в московском княжестве. Есть все-таки еще другие княжества, которые так или иначе присягнули центральной власти, и там тоже сидят люди, получившие ярлык на царство. Причем феодализм имеет, конечно, массу признаков раздробленности. В нашей транспортной теме мы видим, как у нас с будущего года вводится плата по километражу за использование грузовиков в народном хозяйстве. То есть по нашей стране бесплатно грузовикам ездить нельзя. Это как раз то самое, во имя чего названа улица Зацепа и Щепок. Зацепа — это там, где цепь висела, а Щепок — это там, где как раз драли. И если ничего нельзя было, то хотя бы ущипнуть с воза немножко сена, а вообще, конечно, потрясти кошелек. Вот грузовики у нас по стране поедут как раз в полной соответствии с этим послесловием к монгольскому игру, когда ты не смеешь ездить по феодальной земле, не заплатив соответствующую нужду. Причем просто по факту того, что неважно, что ты везешь, неважно, сколько ты везешь, неважно, ты поражняком пошел или как. Вот с будущего года как раз будет именно вариант такой чисто феодальной ситуации, при которой не учитываются твои интересы ни в чем. Сам факт, вот ты на своем транспортном средстве, неважно, на лошади, на ослике или на КамАЗе с прицепом, куда-то сунулся, и вот именно за это ты должен заплатить. Это то же самое, как вот заплатить за лифт. Нас не волнует, почему и как, ты инвалид, у тебя ног нету, или что с тобой произошло. Нас это не волнует. У тебя есть лифт, ты им пользуешься, плати. Ну, такой нормальный гоп-стоп. И вот опять-таки в рамках именно чисто феодального подхода к решению каких бы то ни было проблем, в том числе и в транспорте, мы видим, как мелкая козявочка, такая просто совсем никто на ровном месте под названием таможня, то есть такой орган исполнительной власти. Вот такая вот кучка дымящаяся, она останавливает на территории всего княжества, вот всей совокупности княжеств действия международного договора о транспортных грузоперевозках, которые мы знаем под аббревиатурой ТИР. Таможня, ТИРовское соглашение, которое существует больше 30 лет, аннулировало в одностороннем порядке. То есть вышел такой вот местный чиновник с ярлыком и сказал, а я вот именем князя великого нашего вас, супостата всех, гробую дал. Поэтому вот теперь меня не волнует, кто, когда, что подписывал, вот я сказал, вот так и будет. И оно так и стало. И несмотря на забастовки дальнобойщиков, конечно, обладатель ярлыка на таможне слегка поперхнулся, сказал, ну, ладно, еще подумаем, может, что тут, ну, посмотрим, в общем. Но я свои слова-то, знаете, как у папа сдачи не бывает, я свои слова назад не беру. А тут совершенно потрясающая новость, их вывесили на сайте администрации Краснодарского края. Краснодарский край это тот самый, где Ткачев, это где любая станица, обязательно Кущевская, там, где за соучастие в убийстве дают штраф. 12 человек у тебя на глазах, и ты принимаешь в этом определенное участие, и суд считает, что, ну, подумаешь, ну, убили, ну, ты рядышком постоял, ну, там, не воспрепятствовал, да, собственно, не должен был. Ну, да, наверное, бандит, ну, штраф и нормально. Я думаю, что Краснодарский край как раз станет первым в нашей стране, кто за убийство будет штрафовать. Ну, к этому идет и федеральная власть. Но в Краснодарском краю, то, что собирательно называется Кубань, там настолько Ткачев лоялен и до такой степени у него шикарный ярлык, что кроме основных атрибутов автономной власти армии, суд, полиция, тюрьмы, как вы помните по учебнику истории, он имеет высший знак доблести, который даруется вместе с Ирлуком уже совсем персонально. Он имеет собственное, личное законодательство Краснодарского края. Оно не имеет отношения к законодательству Российской Федерации. Поэтому в Краснодарском крае, то есть на Кубани, там своя конституция абсолютно автономная, там свой административный кодекс и там свой уголовный кодекс. И на сайте администрации Краснодарского края об этом радостно сказано, что в рамках персональных личных законов местного феодала они могут себе опозорить все, что угодно. И незаконное предпринимательство у них, в частности, в России, это 171 статья ОУК, а у них это административка. И в городе Сочи, которое полностью отделено, в принципе, из-под юрисдикции Российской Федерации, не имеет отношения, особенно к конституции, к всей остальной стране, там волею губернатора, он же местный феодал, начали конфисковывать автомобиль за частный извоз. Именно по обвинению в незаконном предпринимательстве. Летом они начали борьбу с местными частниками, отобрали у людей машины, составили административный протокол, дело передали мировому судье. Мировой суд установил вину водителя, он занимался незаконным предпринимательством, в связи с чем у него там санкция до 300 тысяч рублей. Но это на всей оставшейся территории Российской Федерации. А в феодальном краю Кубани там штрафчик 2 500. И конфискация автомобиля. Это фантастическое решение. Причем на сайте администрации Краснодарского края своими глазами прочитал. Написано, автомобиль безвозмездно обращен в федеральную собственность. Он просто отобрали. То есть вот было и не стало. Причем это не мера обеспечения, это мера такого чисто феодального возмездия. Могли плетками, могли бы тогами, могли бы генетами, могли на дыбу, а мы решили отобрать. Все. Причем, естественно, человек попытался это обжаловать, но у феодала суд ха-ха три раза. Любопытно вот еще что. На всей остальной территории Российской Федерации, где существует известный нам с вами уголовный кодекс, написано, что условием наступления ответственности за незаконное предпринимательство является причинение крупного ущерба. Крупный ущерб это сколько? Крупный ущерб это свыше полутора миллионов рублей. То есть вот этот водитель на 21.099, он подпольный миллионер. Он либо заработал больше полутора миллионов, либо украл больше полутора миллионов в пределах своего незаконного предпринимательства. Но эта мелочь, она в кубанском феодальном краю не играет абсолютно никакой роли, поэтому хочу им обращать внимание на такие нюансы. Взяли машину и отобрали. Причем вот по остальным княжествам у нас существует практика, когда, например, в счет уплаты долгов, по банковским, например, кредитам отбирают кошек. За то, что у тебя маленькая зарплата, за то, что у тебя нету большого количества денег, уже отбирают детей, а также в счет уплаты коммунальных платежей. У нас защитник водителей и правдоруб Тащил Саков как раз был среди тех, кто инициировал поправки к Уголовному кодексу, позволяющие отбирать квартиры, не отбирать, а сажать владельца квартиры на 4 года. Вот представьте себе ситуацию, приходит полиция, подбрасывает наркотики, два пакетика, один мужу, другой жене. Мужа дают за употребление, а жену, например, как собственника квартиры, 4 года тюрьмы за то, что он организовал наркопритон. Ну, вы понимаете, уровень государственного мышления этого ответственного лица, если он считает это необходимым сделать. Но вот так, чтобы машину отбирать, подобного еще не было. И столь расширенная трактовка административного кодекса на Кубане – это прецедент. Кстати, в Кубанском княжестве на очереди еще 165 дел по конфискации транспортных средств, что абсолютно незаконно. И рано или поздно придет к нам в Москву и будет распространено по другим княжествам, потому что все, что нормально обкатано на какой-то одной маленькой территории, рано или поздно выплескивается. Вот как, например, с московскими парковками, когда придумали взимать деньги. Вот просто так. Вот тот же самый гоп-стоп, который, например, там Росавтодор с платным проездом грузовиков придумал по всей стране, или то же самое, что на Кубане. Вот именно из Москвы вот эта зараза поползла, и поскольку москвичи по сию пору не дали адекватного ответа, и там, может быть, будет какой-то бессмысленный, бесполезный референдум, то теперь уже платные парковки разрешены в Питере и в Краснодарском крае. Вот он, видите, герлык на княженье. Он пожалован во всем объеме, не только автономное законодательство, не только собственная конституция, собственный уголовный кодекс, собственный административный кодекс с фантастическим по широте охватом разных правонарушений, но еще и в том числе взимание, наконец, платы. Ну, просто за что захочется, вот за то и взимание платы. Так, нашлось в физкультурном порыве продолжает упрямое движение, у него 7 баллов, в Мейл.ру стоит 9 баллов, причем третье транспортное кольцо, вот оно уже практически замкнулось. 65, 10, 9, 9 и 6. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Владимир. Постоянный слушатель. Это хорошо. Странно, что не надоело вам это все. Нет, я еще, помните, консультировал с вас, что дочке лучше брать Opel или Citroen 4. И что она сделала после этого? В следующем году будем брать Opel Astra 1,6. Замечательная дочка, как же ей повезло с папой. Нет, я имею в виду, я чуть-чуть помогу, она будет сама брать. Просто она пришла к мнению, что Opel, вот, последний седан для нее оптимальный. К тому же он еще и красивый. Да, и двое детишек, две внучки, они будут все нормально. Ну, если что, есть еще папа, в конце концов. Ну, если будет что-то не так нормально. Папа, да. Ну, я вам сейчас вот расскажу буквально в двух минутах. Это вот по поводу стоянок. Это вашу копилочку просто сказка. Давайте сказку. Вот они живут, значит, в переделке, ну, да, вот две башни, да, где-то квартир по 200. Есть, как бы, въезд, выезд, ну, и тот, и другой, въезд и выезд, да. И, значит, в общей сложности, ну, грубо, 500 квартир. И они, а, и рядом стоят школы, детский сад, и вот эти вот привозят и утром, и вечером, когда вот забирают. То есть те даже, кто ставит машину, они просто не выехать, ну, вы понимаете. Да, нормально, как везде. Да, ну, половину где-то ставят в гаражи, кто может. А в общей сложности машин, ну, 150, 200, нет, 200, нет, ну, 150 набирается. Без крыши над головой живут сами по себе, сбились в стае. И они, чтобы вот как бы с теми, кто привозит детей и прочее, прочее, вот, не ругаться, ничего, обратились в управу и, говорят, за свои деньги поставим как бы два шлагбаума. Въезд и выезд. В одной башне там аптека, в другой там пятерочка, по-моему. Для них тоже сделаем карточки, и зато будет порядок, кто живет в этих домах, заезжает, ставит. Есть места, нет, значит, ставишь на дороге где-то там. Ну, все, по-моему, очень логично. Абсолютно логично. Прямо совсем за счет. Крепостную стену сделаем, еще ров выкопаем и током потихонечку там стабдим. Нет, ну, просто два шлагбаума. Вот заезжают, ты приехал, есть места поставил, нет, значит, ставишь где-то там в другом месте, но заезжают только, будем говорить, свои. Это не ТСЖ, ничего, обычные дома. Две башни, но они как бы обособлены. И вот когда все в управу давал все это в законный ход, да, делайте ставки, все, вопросов нету. Там посчитали, сколько это нужно. Это было где-то еще в начале года даже где-то. Все уже собрались делать, и вот неделю назад приходит бумага. Ребята, вы ставьте, все, мы вам разрешение дали, все. Но с каждой квартиры по 500 рублей. О, правильно. За что-нибудь, объяснили за что или просто, потому что хочется? А за то, что машины туда будут заезжать и стоять. А, то есть к себе. То есть как они сейчас стоят, так и. Но за 500. Да, в месяц. Замечательно. И, соответственно, сразу из большинства, 70%, сразу 40% и убежал. То есть теперь уже меньшинство. Уже никому и не надо. Как-то не хочется платить за то, что у тебя есть ботинки, еще 500 рублей в месяц просто за факт обладания ботинками. Да, Сергей, вы понимаете, то есть это просто люди за свои деньги ставят шлагбам, чтобы было культурно, чтобы там и детей спокойно те забирали, которые ставили там свои машины. Чтобы люди, которые живут, могли спокойно выехать, въехать, ну все. То есть вопросов нету. Все за свои деньги. И теперь за эту землю, за которую сейчас еще ничего не платится, и шлагбамов теперь уже не будет. И платиться не будет. Ну, насчет культурно я с вами не соглашусь. Это просто жители двух домов пытаются сделать гадость жителям всех остальных домов. Особенно вы же упомянули Пятерочку. Нет других, Сергей. Там нет других домов. Вот въезд, две башни, выезд, все. То есть вот эта Пятерочка, она всего лишь на эти два дома построена? Она даже не Пятерочка, она копеечка. Это магазин такой, знаете, как палатка, только внутри. Ну, без разницы. То есть автономных два дома в чистом поле, в которых есть еще и свой магазин, свой детский сад и своя собственная школа? Нет. Детский сад, он как бы в метрах ста стоит, но чтобы машины не оставлять, нужно поближе подъехать к школе и к детскому саду. Владимир, есть такая книжка, называется «Тойота Королла». Ее написал один блистательный антисемит Ифраим Севела. Ифраим Севела – это тот самый человек, которого ненавидят все евреи за то, что он еврей, за то, что он в свое время сказал гениальную фразу, что все евреи в мире, они как навоз, размазанные тонким слоем по земному шару. Они представляют из себя удобрения, а собранные вместе в одной стране представляют из себя большую кучу, сами догадайтесь, чего. Так вот, Ифраим Севела в романе «Тойота Королла» у него есть такой момент, когда наш человек, советский, оказался в эмиграции вынужденный. И он с американкой, которая, естественно, родилась, там жила. Вот они идут по этой стране, постигают эту страну, притираются друг к другу менталитетами и оказываются в какой-то момент на кладбище. У нее там родственник. И наш смотрит на кладбище американское и говорит, а почему у вас тут нет заборов возле могил? А ему американка с изумлением отвечает, а у нас свободная страна. Вот признак нашей страны – это обязательно забор. Обязательно. Потому что забор делит на своих и чужих. А признак нормальной страны – это отсутствие забора. Потому что делить нечего, потому что можно договориться без забора. У нас без забора, без дубины, без антагонизма договориться нельзя. Но здесь еще играет свою роль муниципалитет, который сказал, а, ребят, вы что-то хотите, чтобы солнце светило? Тысяча. Чтобы ботинки в шкафу? Пятьсот. Чтобы дверь открывалась? Еще сто рублей. Молодцы. Они идут совершенно логичным путем. Сергей, здесь именно не отделение, вот этот забор, это шлагбаум, само собой, но если к школе подъезжать продукты – своя дорога, к детскому саду подъезжать – своя дорога. То есть обслуживание детского сада и школы, наша, вот их вокруг территории, она не мешает. То есть по ней туда не заезжают. Нам заезжают все две машины. Для аптеки и для вот этой копеечки. Две машины. К ним будет выделен специальный активист с помелом, который каждому карточки откроет. Им карточки выдаем. Конечно. Этим организациям выдаются карточки. Замечательно. Как вы правильно все придумали. И главное, ведь упрощается ситуация. И организация тоже будет с удовольствием по этим карточкам. У них сегодня одна машина, завтра другая машина. Поэтому водитель из одной смены должен спокойно передать карточку водителю другой смены. Мы даем три карточки, четыре на копеечку, пять, десять. И сколько же на аптеку? Десять, пятнадцать. Правильно. Тоже даем столько. Вы даете пятнадцать на транспортные предприятия, по трём из них ездят, остальные продают соседний двор. Хорошо. Я согласен. Интересно. Грамотная система, да? Дело в том, что просто, вы понимаете, Сергей, у меня всё-таки в 58-м следующем году будет как бы. Да не как бы, а просто будет, Владимир. В полный рост он будет, 50 будет. Но вот я по жизни был всё время оптимистом. Всё время. Это правильно. При Брежневе, при Хрущёве, при... Вообще при всех. Оптимистом был. А сейчас вот на самом деле я вот так смотрю, и ноль. Вообще ноль. Нет оптимизма. Нет, не то, что нет оптимизма, а вот вообще ноль. То есть как бы вот в ближайшие, я не знаю, может быть, лет 5 что-то серьёзное случится. Может быть. Я просто не знаю, что. Но смысл тот. Ну, не вижу. Вот все только и говорят, что вот перспективы, то есть что-то. Ну, одни плюсы. Особенно, конечно, ну, там наши депутаты. Это вообще отдельная тема. Ну, а я вообще не вижу. И вот с кем я общаюсь, и младшие, и старшие люди просто вот как будто в вакууме живём. Ну, мы живём в правовом вакууме. А новости в будущем времени о том, как станет шикарно буквально там за поворотом судьбы, конечно, они у нас продолжаются с тех пор, как вы ещё были оптимистом с брежневских времён. Сергей, извините, я вот у вас хотел спросить вопросик типа по вашему раню, по ФМ. Так уже не успели. Уже новости. Наш лось, помахивая рожками, доскакался до 8 баллов, но двигаться продолжает. У мейла 9 баллов, движения нет. При этом шкала у них одинаковая. Практически должно быть много совпадений. Выше 10 баллов не бывает. Ну, вот с 8 баллов, начиная на мейле, уже никто никуда не двигается. Ну, на лосе всё в порядке, двигаются нормально. 65, 10, 9, 9, 6. Магомед, наконец-то. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте, Магомед. Я наконец-то дозвонился. Редко это бывает у вас, Магомед. Так редко. Ну, иногда бывает неделями не дозваниваюсь. Удивительно. По поводу инициативы в Краснодарском крае, я тут обратил внимание, что все очень весёлые инициативы, как, например, с этими передвижными пунктами контроля движений, приходят почему-то оттуда. Потому что дозволено, потому что там сидит один из лучших, украшенных самым шикарным герлоком губернаторов. Ему позволено. Представляете, после Кущевки, вообще-то, в принципе, он должен был уйти в отставку. Ну, малолетка, ну, что должен. Он всем простит. Ну, нам точно ничего не должен. Да. Ну, вообще, с нашей властью такое ощущение, что только мы им по жизни должны, а они не то, что не должны, да, они даже ничего не обязаны. Как хорошо, что мы должны им только деньги. Да. Ничего, кроме денег, ничего личного. Хоть за это большое человеческое спасибо. Пока да, особенно учитывая, что даже во дворство ехать всего лишь 500 рублей. Скоро будет больше, вот тогда большое спасибо превратится в очень большое неспасибо. Ну, я говорю, такое ощущение, что людей доводят до определенной черты, после которого или будет повторение, там, я не знаю, там, февраля или октября семнадцатого. Причем мы говорим... Или девятьсот пятый. У них умысла-то нету. Просто позволено. Ну, мы так и делаем. Знаете, как у таракана. У таракана нету желания размножиться. Ну, просто кормовая база совпала. Тепло, прохладно, темно. Можно себе позволить. У них не то, что нет умысла. У них такое ощущение, что вообще голова не работает ни в какую сторону. То, что они делают, в принципе, отбирают у людей деньги, можно было делать с умом, при этом делая хоть что-то для людей. А вместо этого получаем, как всегда. Хотели как лучше, получилось как всегда. Да, причем, как показывает практика, если с людьми объясняться, то они довольно часто в состоянии, особенно если они тебе верят, согласиться на то, против чего они, в принципе, выступают. Ведь вот когда был кризис 2008 года в Америке, он начался с ипотеки, и люди оказались на улице, потому что были не в состоянии платить за жилье. Тогда что произошло? Произошел социальный взрыв в Америке? Нет. Почему? Потому что верили американской власти. А что сделала американская власть для тех людей? У нас в прессе этого не было. Никто об этом не писал. Что они сделали с теми, кого вышвырнули на улицу? Они им дали стадионы. Они сказали, ну, раз такая беда, мы с вами, значит, ставим палатки. Ой, у меня кашель. Простите. Они дали им возможность, так или иначе, хоть как-то перекантоваться. То есть вместо того, чтобы просто послать, сказать, не наши проблемы. Сказали, да, наши. Ну, потому что они относятся как к своим людям. Потому что этим людям они обязаны тем, что они их как минимум, тем, что они их избирают. А чего не скажешь про наших? Такое ощущение, что, ну, я, конечно, понимаю, что на безрыбье и не за такого рака проголосуешь. Ну, блин, надо было хоть иногда отвечать за свои слова. Перед кем? Ну, перед теми, кто голосовал. А кто голосовал? Магомед. Против всех, к сожалению, уже нет. А 146% уже есть? Да, а 146, да, откуда-то взялись. Да, поэтому перед кем отвечать? Перед вот этими самыми. Они ведь почему на самом деле позволяют себе любые абсолютно шаги? Как было очень правильно сказано на умной радиостанции чрезвычайно умной Юлии Латыниной, Путин сосредоточен на внешней политике. Он не занимается внутренней, потому что внутренней нет, а ее действительно нет. Потому что внутренней политики... Ну, есть там какой-то процент, вот там есть какой-то паршивый армяшка, кажется, его фамилия Слонян, лысый такой в очках, сидит на какой-то московской радиостанции. Есть некий Магомед, который приехал из республики и называть которого просто опасно. И вот они там вдвоем чего-то гонят, какую-то волну. И еще там, ну, полпроцента каких-то таких же. Это что? Внутренняя политика? Это мы, для них, не лекторат. Мы никто. К сожалению, есть такая тенденция. Да, да, да. Ну, у нас внутренняя политика занимается другой гражданин, который тоже некоторое время у нас был президентом. И ради него у нас много чего делается. Как минимум упраздняется единственная рабочая судебная система, арбитражная, ради того, что когда его из правительства попрут, было его куда пристроить. Да, как вариант. И ради этого происходит уничтожение Конституции и законодательства. Да, 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 да. Ну, реально, по поводу стоянок, чего далеко ходить. Это реальный пример у меня во дворе. У нас был полнейший катарсис, машину было просто некуда уставить. Хотя огроменный двор, стоял газон абсолютно пустой, заболоченный. Люди, недолго думая, собрались, пошли в администрацию, пробили. Что там сами проследили, сами купили асфальт, все проследили, что сделали стоянки. Асфальт купили сами? Да. Вы всем Дагестаном скинулись, что ли? Нет, всем двором, вот, в Подмосковье. Это стоит, сколько стоит купить асфальт? Как ни странно, обошлось гораздо дешевле, чем у нас правительство тратит на строительство дорог. Удивительно. Там, грубо говоря, заасфальтировать стоянку, обошлось, ну, каждый, кто хотел, скидывались там примерно, ну, по 30 тысяч. В итоге набралось меньше миллиона. А какая площадь? Меньше миллиона на какую площадь? По шестиподъездный дом, Г-образный, и вот заасфальтировали дорожку вокруг дома, заасфальтировали целую стоянку. Ну, там, по-моему, Камазов-3 был только асфальт. А кроме асфальта там была щебенка, песок и так далее. Все дело именно так, как надо делать, а не просто на голую землю асфальт клали. Так, и чем все кончилось? Как-то очень... Кончилось в том, что, соответственно, каждый, кто скидывался на того, у того свое персональное место. Не совсем, конечно, незаконно, но а что делать? Абсолютно незаконно. А для всех остальных там, в принципе, больше половины места еще оставалось. Это были гостевые места. А потом кто-то переезжал, кто-то съезжал. А в конечном итоге у нас полдома народа снимает квартиры. Что, в принципе, я сам делал долгое время, ничего против них не имею. Но среди них тоже нашлись активисты. Как же так? У вас есть места, которые вы от нас отгородили? Не даете нам ставить? И пошли с жалобами в администрацию. Пока была старая администрация, все было нормально. Потом у нас сменился глава города. Какого? И теперь там... Что за город? Ну, Лобня. Есть такой в Подмосковье город. Какой еще? Лобня. А, Лобня, так. Да, это тот город, в который ни въехать, ни выехать. Особенно в часы пик. Нормально у нас любой город такой. Ни въехать, ни выехать. Ну, потому что там со всех сторон железной дороги или аэропорт Шереметьево. Так и как дальше правовая коллизия разворачивалась? А правовая коллизия сменилась глава города. Тут же появились... Тут же сменилась глава ЖКХ. И всех начали закинуть бумажками, а ну убирайте ваши столбики. Типа это все незаконно. Так, и? У меня как раз приходили представители дружественного народа с лопатами, кирками. Эти столбики у кого-то вырвали, у кого-то не оселили. Ну, регулярно, раз в три месяца проходят такие вот рейды, акции по выдергиванию столбиков. И при том эти рейды, естественно, проходят, когда людей дома нет, когда они на работе. Ну, чтобы случайно лом не отобрали, им же не огрели. Скажите, Магомед, а вот в целом как разворачивалось событие? Вот у вас был пример единения граждан ради решения общей проблемы. Им предложили скинуться на асфальт. 30 тысяч. Это, с одной стороны, большие деньги, с другой стороны, блистательная перспектива за 30 тысяч обрести какое-то гарантированное место. Тем более, автовладельцы, это, что называется, люди с определенным доходом. И вот вы увидели модель нашего общества. Вы предложили здравое решение проблемы. Как они на это среагировали? Как они на это среагировали? Абсолютно безразлично. Мы ничего не хотим делать, мы ничего не будем делать. Пришлось долгое время пробивать от пороги, искать знакомых, кто там персонально пьет рюмочку чая с долгой горды, чтобы этот вопрос пробить. Нет, вот на уровне двора вы говорите, что у вас не 100% скинулось. То есть часть людей, имеющих машины, решили, что им это тоже не надо. Хотя вы им предлагали вариант, который, по большому счету, нужен всем. Вот это ответ на вопрос. А может ли у нас там быть какая-нибудь страна-оппозиция? А может ли у нас быть в стране гражданское общество? Вы предложили им умное решение. Вопрос законности в данном случае оставлю. Вы им предложили решение и... И большие, ну, те, кто мотивацию всех отказал, чтобы ладно и та же. А мне без разницы, что хотите, то и делайте. Я куда хочу, туда и буду ставить. Если бы не было места, поставлю в соседний двор. То есть не было разговора о том, что это незаконно, я за Конституцию? Нет, нет, нет. Был как раз вопрос еврейский. Я не согласен, мне жалко денег. Куда хочу, туда и буду ставить. А вы делайте сами, что хотите. Я лучше деньги пропью. Это к разговору о том, что в самом начале вашего звонка вы упомянули некую неподотчетность тех, кто наверху, перед теми, кто внизу. Это перед кем они должны отчитываться? Перед теми людьми, которые на любую абсолютно инициативу говорят, а мне все по барабану, а я ничего не хочу, а мне ничего не надо. У меня вот то, что есть, меня устраивает. Надо отдать должное, что таких оказалось меньше, что... Все-таки больше 75% автовладельцев вырезали согласие и скинулись. Кто-то там сразу скудывался, кто-то за кого-то отдавал, потом кто-то ему возвращал. А сейчас это меньшинство разрослось, и теперь уже к вам приходят дружественные таджики с ломами и выдергивают в пользу... Оно не разрослось. Оно не разрослось. Просто люди, там кто-то улучшил свои жилищные условия, кого-то, к сожалению, уже нет живых, у кого-то уже автомобили нет по разным причинам. Понятно. Ситуация изменилась и восторжествовало то небольшое количество людей, которые были поначалу инертны, а теперь они воспользовались посредником и ломами для того, чтобы... Даже не они. Даже не они. Воспользовались тем, кто... Ну, нехорошо, конечно, с моей стороны звучит, как понаехавшего. Именно понаехавшие. Их не устраивает, что они вот здесь там... Кто-то снял квартиру, он хочет поставить у себя перед подъездом в машину. А там, оказывается, все места занято. Его это не устраивает. И когда ему говорили с дружище, не вопрос. Вот свободное место, вот люди, которые скидывались. Давай ты им деньги отдашь. Да, вопрос в другом. Вот в данном случае меньшинство, которое поначалу было совсем инертным, так или иначе, в силу разных причин, стало весомой и, к сожалению, сплоченной группой лиц, которая одолела вас, которых вначале было большинство. Причем в решении неконструктивном. В той проблеме, которая не нашла никакого дальнейшего логического продолжения. То есть раньше был хоть какой-то процент порядка, и можно было хоть на что-то рассчитывать, например, на свое место с асфальтом, за которое ты, ко всему прочему, заплатил, тем самым исполнив моральный долг. Потому что, ну, земля не моя, но я, по крайней мере, хоть что-то для нее сделал. И победила, тем не менее, другая категория людей. Еще показательная, но еще одна вещь. Вот люди, которые вот сейчас вот так вот выступают и деньги не сдавали, 99% этих людей, люди, которые машины ставят абы как, вот поперек два раза. Они и абы как ставят, и абы как живут. Перерыв на новости. Михаил из Москвы задал очаровательный совершенно вопрос на сайте. Он купил себе в этом же году Нью Акцион 2.0 бензин, но при этом машина у него двухколесная на шестиступенчатом автомате. Вот он катался-катался, 14 тысяч проехал, претензий нет, все замечательно. Ну, охотно верю, поскольку машина действительно неплохая, хотя двухколесность для нее, по-моему, очень серьезный ущерб. И дальше вот что любопытно, значит, может заправлять Михаил эту машину 92-м или нет. Вот это самое главное. Потому что сейчас он заправляет 95-м, но расход топлива 9-11 литров. И он готов поставить эксперимент с тем, чтобы на 92-м, может быть, добиться каких-то изменений. Михаил, сразу видно, что вы человек молодой, и до этого, по большому счету, не сталкивались с машинами, у которых на простейших моторах небольшого объема, там, каких-нибудь 1 литр, был расход топлива в 15 литров. Была в советской эпохе такая машина называлась ЗАЗ-968. Так вот, у него по паспорту было, ну, где-то 11-15 литров, несмотря на то, что 30 лошадиных сил. Ну, там была сороковка еще, 40 лошадиных сил. Представьте себе, двигатель объемом 1 литр, 40 лошадиных сил, жрал 15 литров на 100 километров. Это было нормально. Был такой карбюратор Озон, его ставили на Жигули в те времена, когда еще передний привод в нашей стране не изобрели. И эта штука тоже нормально, ну, где-то там до 22 литров ела. Нива у нас, если ее, тем более, заблокировать, она нормально должна была по паспорту употреблять 25. Ну, можно было, конечно, и чуть больше. Это официальные абсолютно данные. Про грузовики я не говорю, потому что у нас был такой шикарный монстр, бензиновый Урал. Ну, бензиновый Урал, он по паспорту ел 76 литров бензина на 100 километров пробега. Это была его норма эксплуатационная. А вас очень тревожит то, что 95-го уходит много. Так вот, Михаил, если вы начнете заливать 92-й, расход возрастет. Вот, ваша машина будет есть 92-го, где-нибудь так, наверное, литра на 2 больше. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Здрасте, Дмитрий, рад вас слышать, вы дождались. Взаимно, но никак не познакомимся. Я вас столько лет слушаю, а вы меня нет. Ну, я даже вас не видел ни разу, это меня совсем тревожит. Взаимно, но ничего, это... Не, ну на мою рожу посмотреть можно, я так иногда мелькаю, знаете, то где-нибудь в интернете, то еще где-то. Хоть можно понять, как я выгляжу. Когда говорят, вот черта лысого, имеют в виду именно меня. Да? Ну ладно, я думаю, что на самом деле он гораздо страшнее. Ну, не в этом дело. Итого. Вопрос у меня есть. Вопрос следующий. Меня интересует ваше мнение по поводу, скажем так, бюджетных иномарок с коробкой автоматов, возможных. Что у нас есть именно из новых автомобилей, типа там Nissan Almera, кстати, ваше мнение по поводу уже нашей сборки, которые, ну, те, которые в продаже машины есть на сегодняшний день. Дмитрий, вы верите в то, что в нашей стране может что-то измениться всерьез, особенно в людях, особенно в люмпинах? Верю, да. Почему? Какие основания? Ну, потому что у меня был, допустим, автомобиль ВАЗ-2109. Так. На котором я отъездил добросовестно 11 лет. И у меня ни разу никаких сюрпризов не преподнес. И проехал под полмиллиона километров. Какого года выпуска ваш гелянский? Соответственно, 89-го, как он родился, так был приобретен. В Советском Союзе. Ух ты. То есть вы из Советского Союза в капиталистический оскал звериного империализма переехали за рулем ВАЗ-2109? Нет, я не переехал, просто я имею в виду по поводу нашего народа и люмпинизации и всего остального. У меня тоже была девятка. Мы можем, мы тоже можем. Можем. Моя девятка развалилась. Ее пришлось откапиталить сразу после покупки. После этого она пробежала лет, наверное, тоже где-то, наверное, 11. Правда, под двумя владельцами. Да, ну вот, видите, так что совпадает что-то. Поэтому почему бы сегодня и как бы не организовать, тем более под присмотром специалистов западных инженеров, которые могут там по рукам настучать и так далее. Есть некая вера. А вообще машин с автоматом, тех, которые мы так цинично называем бюджетными, стоимостью по полмиллиона, хороший бюджет. Некоторые колхозы мечтают об этом. Так вот, их по большому счету немного. Есть Альмера, есть Кобальт шевролюшный, есть Рено Сандера и, соответственно, седан-хэтчбэк, варианты по кузову. Еще есть такая машина, да, Ситроен, который C4 Елисей. Вернее, который Елисей, C-Елисей, да, просто Елисей. Он же Peugeot 301. Да. И еще есть Volkswagen Polo. У него, причем, очень хорошая шестиступенчатая автоматическая коробка передач. И, кстати, такая же шестиступка стоит у Кобальта. И в этом отношении они молодцы, потому что это нормальные, хорошие автоматы. У Альмеры стоит коробочка автомат. Это вот та самая, самая плохая в мире коробка автомат, которая на сегодняшний день выпускается. И выпускается она уже 20 лет подряд. Вот хуже автомата, чем тот, который стоит на Альмере, его, в принципе, пока не существует в природе. Он же ставится и на Peugeot, и на Ситроен. Так этот автомат четырехступенчатый, он и на предыдущей Альмере был, и на этой, да? Одинаковый? На предыдущей Альмере стоял другой агрегат. Ведь нынешняя Альмера, она к предыдущей Альмере не имеет никакого отношения. Это китайская машина с потрохами от Логана на хитрой платформе с агрегатами, собранными по всему миру. И Ниссан и Альмера на ней, это вот, дальше маляр уже проходил и просто нарисовал-то кисточкой. Ниссан, Альмер. А на самом деле, вот коробку туда поставили дешевенькую, потому что считается, что бюджетность, это же, ну это для убогих. Ну обойдутся, ну, кажется, очень починят, ну что там. Коробка очень плохая. Она боится перегрева, скорее всего, в первое же лето вы ее убьете. Потому что как только при хороших температурах, ну там плюс 30 на улице, вы куда-то далеко поехали, она перегрелась, все, можно выбрасывать. Вот в этом отношении у Пола и у Кобальта коробки лучше. Ну у Пола, вот это проблема, которую я не могу понять, почему на Пола ставят классную шестиступенчатую автоматическую коробку, современную. Почему ее нельзя поставить вместо ДСГ, которая, как выяснилось, ну, семерка, особенно, ДСГ-7, к сожалению, коробка неудачная. С-Елисей, это машина, у которой та же самая коробка. Ну и 301-й пежек, это его клон. То есть коробка такая же, как в Альмере, да? Да, да, да. И остается, причем эта же коробка стоит на Сандеро, что тоже, к сожалению, проблема, потому что Сандеро, сама по себе машина очень хорошая. То, что надо, вот для нас сделанное, но, увы, коробка. Понятно, то есть, получается, выбрать особо и не из чего. Да, Пола низковат, Кобальт хорош по артикуляции подвески, он как раз позволяет ездить там же, где Сандеро ползает. Ну, Пола проблема, сколько раз я в него садился, каждый раз убил колец, и, значит, надо быть галериной, чтобы выйти из этой машины. Поэтому, типа, ты с драйв проходил. Я уж не говорю о шумоизоляции, там, остальных все простых вещах. Какая там шумоизоляция? Бюджет. Бюджет, это когда вы наскребли полмиллиона и пошли, за них удобились на этом автомобиле. Бюджетный марк. А Кобальт, вы смотрели? Кобальт, вот этот уродский, кракозавр Кобальт, но с огромным салоном, на хорошей подвеске и с интересной коробкой. Вчера смотрел, они все настолько страшные. Ужас. Я помню свою какую-то мазну из Германии 92-го года, которую я пригонял. Ну, это просто, наверное, Бентли, я по плане пластмассы, удобства и вообще всего. Салон там, салон. Убранство интерьера. Чудовищно. И нынешние Кобальты эти, вот как раз этот, Китроен не видел, Peugeot уже вчера видел. Ну, просто даже как-то обидно за импортный автопром. Они нас что, людьми не считают? Вот 20 тысяч долларов, это уже как бы вообще помойка. Да, за 20 тысяч долларов, это, в общем, цена совершенно чудовищная. Абсолютно чудовищная. Это вот как раз то, на чем основывается мой совет. Давайте ничего не будем у них покупать. Подождем, пока все передохнут. И после этого придут, к тому же, с более-менее счастливыми улыбками на лице. Может, мы что-нибудь купим себе у них. Потому что мы... Для этого надо билет взять какой-то в вечной жизни. Билет? Такого. Билет. 20 тысяч, кто может. Ну, просто мне жалко 20 тысяч тратить вот на то барахло, которое они нам предлагают. Я заставил еще те времена, когда за 20 тысяч можно было купить за 23. Chevrolet Caprice Classic. Когда 21 тысячу долларов стоила Opel Vectra, здоровенного Opel Vectra. Когда 650 тысяч рублей, два года тому назад, стоила здоровенная Ванда. А сейчас за 600 тысяч можно купить себе вот этого урода, в котором ничего не понятно за эти деньги. Что там? Да ничего там такого нет. Да, что далеко ходить. Я сам покупал нелюбимый ваш Qashqai в 2007 году, двухлитровую механику, извините, за 23 тысячи долларов. Вот. А сегодня как бы немножко все... Цикры тоже немножко... Ну, 23 тысячи долларов для Qashqai это все-таки перебор, на мой взгляд. Я согласен. Но с учетом того, что я видел... Все. Завтра.